Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами Владимир Терещенко. Вы наверняка уже подписались в такой форме. Вы видели этот сайт. Этот сайт позволяет вам получить бесплатный курс по работе в Adobe Muse. По созданию поздравительных открыток и лендингов в этой программе. Если вы внимательно ознакомились с этим сайтом, то вы видите здесь возможностей очень много. И если вы еще не получили курс, то обязательно пишите свое имя и email и нажмите эту кнопочку. А мы сегодня с вами продолжим занятие. И сегодня я покажу, как в Adobe Muse можно создавать кнопочки. Как видите, на данном сайте кнопочка самый яркий, самый выделяемый элемент. Это сделано специально для того, чтобы человеку хотелось нажать на эту кнопку. И я покажу, насколько просто в этой программе создаются любые кнопки. Переходим в программу Adobe Muse. Существует несколько вариантов создания кнопок. Но мы рассмотрим только один, на мой взгляд, самый эффективный и самый простой. Для этого мы кликаем по кнопочке T, текст, вставляем прямоугольник текста. Давайте здесь мы сразу напишем заказать курс. Выделяем наш текст, заходим в меню, кликаем по окну текст и настраиваем наш текст. Делаем вот такой вот размер, размещаем по центру, делаем отступ сверху, чтобы наш текст пошел вниз немножко. Теперь можем увеличить немного расстояние между буквами, чтобы они были немножко так вот растянуты. Слишком не увлекайтесь здесь, ну вот где-то двоечка, троечка вполне будет достаточно. Давайте выделим жирным текст и давайте сделаем его желтым. Вот у нас появился вот такой прямоугольник с желтым текстом. Теперь переходим на стрелочку, инструмент выделения. У нас сейчас выделен этот прямоугольник, заходим в заливку, выбираем градиент и выбираем переход, допустим, от ярко-красного вот к такому темно-красному. Выбираем градиент по вертикали. Давайте здесь возьмем немножко потемнее, чтобы у нас градиент больше просматривался. Вы видите, у нас уже получилась вот такая вот кнопочка. Видите, вот градиент у нас такой интересный получился. Теперь давайте сделаем кнопочку с закругленными краями, чтобы она не такая вот острая была. Кликаем на вот этот значок, закругляем все края. И теперь мы можем сделать вот такое вот закругление. Вы видите, у нас получилась вот такая вот же кнопочка. Теперь кликаем по кнопочке, опять выделяем ее. Кликаем по эффектам. Здесь мы можем установить тень на кнопку. Вы видите, вокруг кнопочки тень появилась. Соответственно, здесь вы можете регулировать непрозрачность тени, размытие, угол смещения. В зависимости от того, как вам больше нравится, вы можете это все настроить. Скос, он создает объемность нашей кнопочки. То есть, в данном случае, вы видите, кнопочка стала немножко объемной. Видите, вот я специально сейчас показываю вам, чтобы показать. Вот объемность мы вот так вот сделаем, чтобы немножко она была. Здесь буквально 4 пикселя. И здесь можно добавить свечение. То есть, если ваша кнопка будет находиться на каком-то темном фоне, вы можете добавить свечение. Но в данном случае сейчас не видно. Давайте я сейчас сделаю фон черным. Тогда мы увидим свечение. Вы видите, вот я сейчас увеличил свечение. И вот кнопочка у нас как бы такая вот подсветка идет. Интересная. Опять же, что я говорю, если вы будете использовать какой-то темный фон, то это будет интересно смотреться. Но если у нас на белом фоне, то свечение мы не применяем. То есть, смотрите, вот такая вот красивая кнопочка. Вы можете изменять размер этой кнопки. Давайте мы вот такой вот размер оставим кнопки. И вот буквально за несколько минут мы создали вот такую вот красивую кнопку, которую можно спокойно поставить на любой сайт. И она будет очень красиво смотреться. Но давайте посмотрим, как сделать эту кнопку, чтобы она была анимационной. Опять же, анимации можно делать несколькими способами. В курсе мы это все больше показываем. Здесь я вам покажу простую анимацию, как можно сделать с помощью эффекта тени. Выделяем кнопочку. Вы видите, стандартное положение у нас именно такая кнопка. Нажимаем стандартное положение. И выбираем курсор над кнопкой. Видите, у нас изменилась надпись. Курсор над кнопкой. Теперь кликаем по эффектам. И здесь изменим угол не 45 градусов, а сделаем 130 градусов. Вы видите, тень у нас сместилась и появилась слева. И теперь давайте посмотрим, что у нас в просмотре получилось. Вот у нас обычная кнопка. А когда мы наводим мышку, то кнопочка как бы, видите, нажимается. То есть, получилась такая вот анимация, что при наведении мышкой, кнопка изменяет свое положение. Хотя мы изменили только тень, но получается, что как бы мышкой мы придавливаем кнопку к нашему сайту. На сайтах это очень интересно смотрится. Соответственно, можно поиграться именно с тенью. То есть, в данном случае сейчас тень идет больше по горизонтали. Мы можем изменить. Опять же, обязательно отмечаем курсор над кнопкой. Заходим в эффекты. И давайте, чтобы тень у нас появилась еще и сверху больше. Вот 230 градусов. Смотрите, тень у нас появилась сверху и сбоку. Давайте мы сейчас просмотрим, как такая тень будет смотреться. Вы видите, сейчас тень у нас просматривается справа и снизу. А когда мы мышку наводим, тень теперь смотрится уже сверху и слева. То есть, видите, такое ощущение, что кнопка у нас активная. Вот такая вот простая анимация позволит ваш сайт сделать более интересным, более привлекательным. Если у вас еще нет бесплатного нашего курса, вы это можете исправить, зайдя на страничку Но, конечно же, в нашем платном курсе вы узнаете гораздо больше о работе в Мьюз и как создавать поздравительные открытки и лендинги просто и легко. С вами был Владимир Терещенко. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»